Содержит в себе и бытие, и ничто. А прихождение содержит в себе бытие и ничто? Да. Знаете, оба содержат, и оба, при этом находясь в единстве, противоположны. Друг другу. Правильно? Уже записано? Идет? Значит, сегодня мы пойдем дальше и будем изучать изменения. Но, как мы будем изучать? Я воспроизведу тот переход, который к изменению от становления, сделан в науке логики Гегеля. А вы можете потом читать. И этот переход я сделаю, чтобы вам эту жизнь облегчить. Потому что для человека, непривычного к изучению таких книг, это кажется достаточно трудным, сложным. А сложность и трудность здесь связаны больше всего с простотой. Почему? Потому что мы привыкли иметь дело, на самом деле, с очень сложными объектами, а с простыми не привыкли. Ну вот как тут вот мы видели, когда говорили о становлении, возникновении, о прихождении. Здесь все это простые категории, там очень немного нужно знать. Правда? А самая простая категория какая? Как? Чистое бытие. Чистое бытие. Ну вот, допустим, вам нужно сдать зачет. Экзамен там два вопроса. А зачет, например, гарантированно можно получить как? Вот что вы знаете о чистом бытии? Что она здесь? Ну все. Это обо всем можно. Что бы я не запретил, что вы знаете про электричество? Она здесь. Ну все. Едите. А вы скажете, так вы же... А если я еще у вас спрошу, а еще что вы знаете, а что вы скажете мне тогда? Все. А мы все ничего не знаем. Нет, мы договорились один вопрос. Нет, надо говорить, мы договорились один вопрос. Это что, допрос? Мы же договорились, это зачет. Один вопрос, а уже второй пошел. Нет, так не пойдет. Это не экзамен. Так, ну вот. Давайте теперь начнем путь вперед дальше уже от становления. Вот становление. Мы правильно высказали, что это единство возникновения и прихождения. А раз это единство возникновения и прихождения, в нем бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, в становление. Можно так сказать, что нет ничто, нет бытия, а есть лишь становление. Но если бытие переходит в ничто, оно исчезает? Ничто переходит в бытие, значит, ничто тоже исчезает. А становление есть единство бытия и ничто. Значит, становление что? Повторяем. Становление, как нам вот некоторые граждане сказали, что становление есть единство бытия и ничто. Бытие, становление переходит в ничто из-за прихождения, да? То есть бытие исчезает. В бытие переходит в ничто? Да. Вот если вы переходите в ничто, у вас уже нету. Исчезает. Ну еще нету, но вы исчезаете. Еще есть пока немножко. Исчезаете уже. А! Ничто переходит в бытие, значит и ничто исчезает. А становление есть единство бытия и ничто. Значит и становление тоже. Не по внешним причинам, а по смыслу самого. Становление. Становление исчезает. Мы должны хладнокровно делать такие выводы, как бы ни казалось это страшным. Мы только построили так целый полтора часа, создавали в прошлый раз. И вот оно на первых минутах следующей лекции исчезло. Исчезает. И что, у нас пустота в голове? Нет, мы должны осмыслить, что значит исчезание, становление. Правильно? Вот что значит исчезание, становление? Исчезание, становление – это его отрицание. Правильно? Мы же логически их рассматриваем. Отрицание, становление. А что является? Остановление – беспокойное единство бытия и ничто. Бытие в ничто, ничто в бытие – это беспокойное единство. А что является отрицанием беспокойства? Что-то спокойствие. Логично? Логично. Значит, отрицание становления – это что-то спокойнее. Но это было беспокойное единство, да? А что является отрицанием единства? Простота. Простота. Вот у нас единство сейчас с вами. Единство – это сколько у нас много людей. Что же это за единство? Это одно? То есть, когда говорят о единстве? Если я скажу, у меня с самим собой единство. Это какая-то глупость. То есть, говорить можно о единстве только тогда, когда есть много. То есть, по крайней мере, два предмета, или два субъекта, или два объекта. Значит, отрицание единства – простота. Значит, что мы получаем? Спокойное и простое. Как назвать спокойное и простое бытие? Наличное бытие. Ну вот, наличное бытие. Рассмотрим то, что получилось. Рассмотрим наличное бытие. Наличное бытие. И есть. Да? Значит, оно бытие. Так, вот вы сказали, что оно наличное бытие. Прежде чем сказать, что оно наличное бытие, надо сказать, что оно бытие. Правда? Вот, с отрицанием. Беспокойное единство является спокойная простота. Так есть у нас спокойная простота? Есть. Значит, это бытие какое? Но не то, которое было вначале. Вначале было чистое. А какое теперь бытие? Наличное. Это название только наличное. Простое и спокойное. А? Другое. А что? Вот чем оно отличается от того простого бытия, которое мы рассмотрели? То есть беспокойное, поскольку оно переходит в чистую ничто. Значит, оно включает в себя, эта категория наличного бытия, включает в себя становление. И является результатом, ведь становление-то исчезло, став спокойной простотой, да? То есть оно отрицало себя. Значит, оно, это наличное бытие, является результатом отрицания становления. А раз оно является результатом отрицания, значит, оно включает в себя то, что отрицает. Вот если я вас буду отталкивать, то придется мне до вас дотронуться, правильно? Вот вы хотели, чтобы я вас не отдохнул, и начали уводить руку. А тогда им не получилось бы отрицание. А какое это отрицание? Чтобы отрицать, надо оттолкнуться, прикоснуться. Поэтому отрицание становления, и вот это вот как раз характеристика диалектического подхода. Отрицание становления – это не просто его уничтожение, не просто его растаптывание, да? А это что? Это называется снятием. Оно теперь сохранилось в более высокой категории. Наличное бытие – результат снятия становления. Наличное бытие – это результат. Или по-другому можно сказать. Результат снятия становления. Становление снимает себя, и вот этот результат, спокойный и простой, называется наличным бытием. Вот так лучше. Чтобы не то, что мы откуда-то взяли эту категорию наличного бытия и потом начали выяснять, что это такое. А мы вот сначала получили результат, снятие становления произошло, и вот это спокойное и простое бытие назвали наличным бытием. И значит, наличное бытие – и это результат снятия становления. И включает в себя это становление. Ну, раз наличное бытие включает все становления, значит, в наличном бытие есть не только бытие, но и… Ну, бытие – это налицо. Но и ничто. Такой вывод получился, что в наличном бытие есть ничто. Но это не чистое ничто, правда? То чистое ничто, оно было свободное такое. Свободно переходило в бытие и обратно. А здесь оно в наличном бытие. Вот мы сейчас имеем такую картину. Наличное бытие, а в нем… ничто. Вот все знают, что если взять яблоко, любое, то в нем есть семечки внутри. Вот одно дело смотреть на яблоко, в котором есть семечки, а другое дело смотреть на семечки, которые в яблоке. Согласны, что это разные вещи? Вот я смотрю на вас, но знаю, что у вас желудок есть, который скоро потребует, так сказать, чтобы удовлетворили его запросы. А могу посмотреть на желудок и сказать, чей это желудок-то, да? Надо будет уточнить вашу фамилию. Видите разницу, на что смотреть? То есть, что является? Объект один и тот же, объект – человек. А предметом, предметом, то есть, то, что является непосредственным объектом внимания, является то, что я называл. Так вот, давайте посмотрим теперь на то ничто, которое в наличном бытии. Это же не свободное ничто, правильно? Нет. Ну вот, пример можно привести такой. Вот есть семья, да? Что значит жена? То есть, муж есть. А что значит муж? Значит, жена есть. Поэтому на что указывает слово жена? На мужа. А на что указывает слово муж? На жену. А на что указывает слово родители? Что дети есть. А на что указывает слово дети? Что родители есть. А некоторые люди, которые, так сказать, неграмотные в логике, Они говорят, дети – это дети, родители – это родители, жена – это жена, муж – это муж. Как это называется такое слово употребление? Это называется на научном языке тавтология, повторение одного и того же. Рассказать вам, что такое ёлка? Записывайте, ёлка – это ёлка. Сильно продвинулись вы? Вот, наличное быть, и это наличное быть. И так далее. Вот если я буду такое повторять, вот этот такой тавтологический разговор, ни к чему не приводит. На самом деле приходится, вот нам нужно делиться вперёд. И вот мы рассматриваем это ничто в наличном бытии, такого мы ещё не видели. Правильно? Раз это такого мы не видели, надо новое название. Как назвать ничто в наличном бытии? Не догадайтесь. Кто не читал новую логику, не догадайтесь. То есть додуматься до этого можно, а вот название, название – это же из истории философии вирусов, как придумать. Вот я вот на вас смотрю и вижу у вас, вы, а в правой руке у вас ручка. Не надо перекладывать, ну в левую будет. Всё равно у вас ручка, в вас ручка. Это ваша ручка? Это ваше ничто или это ваше бытие ручка? Ручка – это вы или не вы? Нет. Значит, это ничто ваше. Да? Ну, возможно. Как это возможно? А что, возможно, она уже приросла, что ли, к вам? Как ещё возможно? Делали операцию, отрезали ручку, которая приросла к студенту. Сложная была операция, долго отрезали. То есть это ваше ничто. А часы – это что, вы? Вот часы у вас на руке или не вы? То есть это тоже ваше ничто. Ну, то есть, нет, это не вы же. Или будете наставить, что это вы? Нет. Я думаю, что вы сейчас затекаете так и начнёте морглять ещё. Значит, это не вы. Значит, как вот это? Ну, а раз это не вы, ну, она вас как-то, вот эта ручка вас характеризует, человек с ручкой, человек с часами, правильно? Характеризует вас как-то это? Определяет? Это ваша определённость. Отсюда и название такой категории – ничто. Вот это ничто, которое в наличном бытии, называется его определённостью. Определённостью наличного бытия. Определённостью наличного бытия. Вот человек пишет левой рукой. У меня дочка пишет левой рукой всегда. Ещё маленькая была. Смотри, она раз-раз-раз левой рукой всё нарисовала. Думаю, что такое? Ну, это определённость человека, да? То есть, то, что является отрицанием в наличном бытии, называется определённостью наличного бытия. Например, вот пойдёте вы чай пить, перерыв. Сладкий. А что такое сладкий чай? Это чай, в который положили сахар. Сахар – это чай или не чай? Не чай. То есть, сахар – это отрицание чая. Это есть чай, а это его отрицание. Сладкий чай – это чай, в который положен не чай, который придаёт определённость этому чаю. Он становится сладким, да? Не добавит ли ещё одно отрицание? У вас есть? Говорит, лимончика не можете бросить туда. Лимончик – это же не чай? Не чай. Значит, не чай, брошенный в чай. Это определённый чай. Какой? Чай с лимоном. Там ещё есть с бергамотом. И чего только нету? И чего только такое придумывают? И всё это отрицание. То есть, всякая определённость есть отрицание. Это надо запомнить, потому что это определённость. Вот говорят, человек высокий. Высота – это человек? Нет, это не человек, правильно? То есть, это отрицание человека. Но это в нём, он же высокий. То есть, надо запомнить такую простую вещь, что всякая определённость – это отрицание. Надо отличать. Есть бытие, а есть определённость этого бытия. Давайте… А как человек устроен? Он, когда что-нибудь нашёл, начинает это разглядывать. Давайте будем разглядывать что? Определённость. Мы же нашли её. Будем разглядывать определённость. И когда мы начнём разглядывать определённость, что мы первые должны будем сказать? Что она? Вот. Вот видите, у нас тут есть специалист по бытию, онтолог. Да. Так, можете обращаться. Товарищ онтолог. Вот. Значит, что получилось? У нас это не бытие. То есть, это вот определённость превратилась тут же, на наших глазах, в бытие. И вот такая определённость, которая берётся как… Не как отрицание, а как бытие. То есть, отделённая, изолированная сама по себе. Мы выделили её, схватили, оторвали от того предмета, с которым она в единстве находится. И тогда она называется качеством. Так, умный человек тут есть хоть один для эксперимента? Вот вы, да, умный. Ум – это вы или нет? Формально, а по существу ум – это вот воплощённый «вы». Понял. Ну, ум – это вы или не вы? Вы ум или человек? Вы как-то тут выбираете. Ум – это определённость человека или сам человек? Определённость. — А определённость – это отрицание. Он отрицает, да. Человек отрицает ум. Но человек – бытие. Или ум бытия, а человек – при уме. Ум – это характеристика человека. Сознание – это свойство высокоорганизованной материи, или материя – это свойство сознания. Вы как-то определитесь, вы на идеалистической точке зрения или на материалистической стоите? Почему это вас смущает? Поразительно. Уже первая категория насчет ума начинает колебаться. Рост у вас – это рост ваш? Ваш рост? У вас рост есть? Это ваше отрицание или это вы? Вы не рост, молодой человек, вы человек. А вес у вас есть? Есть. Это ваш вес? Кого это моё качество? Ну так ваше не качество, это определённость. Вот когда вы её берёте отдельно, вот тогда она становится уже качеством. Вот эту определённость отдельно. Потому что я беру, потому что если я беру ум в неотрыве от вас, как ваша определённость, вы просто тогда выступаете как умный человек. А если я ум отдельного взял, тогда есть отрицание. То есть нельзя, ты это оторвал. Если я от вас ум оторву, ума не будет и вас не будет. Ну вот тем не менее, а как ещё, если берётся для рассмотрения отдельно какое-нибудь качество? На самом деле это происходит вырывание. То есть это вот так нельзя делать, но так делается. А иначе никак не исследуешь. Потому что для того, чтобы что-то исследовать, приходится... Вот приходите вы к стоматологу. Он говорит, я изучаю. Он врач или не врач? Стоматолог. Врач. Он клятву Гиппократа давал. Всё. Так. А у меня, говорит, вот шея болит. Это не моё. Так. То есть, а кто он? Стоматолог. А стоматолог изучает стому. Ротовую полость. Это отрицание того, что он является в целом врачом. Всякая определённость есть. Отрицание. Вес, рост, цвет глаз. Вы, говорит, человек или блондинка? Тоже определиться надо. Я человек со светлыми волосами. Только иначе не отобьёшься от таких вопросов. Правильно? Вот. Ну, вот в третий том, если возьмёте науки и логики, там рассматриваются такие категории, как всеобщие, особенно единичные. А всеобщие, Гегель там показывает, что они не отличаются друг от друга, как одно от другого. Например, нельзя сказать, что женщина отличается от человека. Точно так же негде ярче, что мужчина отличается от человека. Тем более по-украински человек. Это кто? Муж, да? Человек. Мужчина. Мужчина. А? Мужчина. Украина, я имею в виду, собрались. Ну вот, значит, получили мы это качество. Раз качество двое взяли как бытие, то какое бытие это качество? Какое это бытие? Наличное. Наличное. Почему? Потому что уже мы проехали такое чистое. Наличное. А в наличном бытии два момента. В нём самом наличном бытие и становлении есть наличное бытие. И в нём есть бытие и ничто. Значит, если мы взяли качество только как одностороннее положительное, это неравидотворительное рассмотрение. Надо дальше пойти. Надо взять его как бытие в противоположность ничто и как ничто в противоположность бытию. Ну, при этом мы должны ещё отметить одну, прежде чем об этом говорить, отметить ещё раз, когда мы рассматривали ничто, включённое в наличное бытие, вот это ничто, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определённостью. Вот это определение определённости можно записать. Небытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Небытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия Есть его определенность или определенность на личном бытие Так вот, в отношении, поскольку у нас качество это на личное бытие, надо его взять И оно берется уже как на личное бытие Отдельно мы его выхватили Вот сладкий чай, что его является определенностью? Сахар Сахар Так давайте его рассмотрим сахар как сахар Вам кусковой или песок или тростниковый? Свекольный? Какой вам сахар? То есть, пошло дело тут уже Вот сахар, вы взяли, значит его надо взять и как бытие, и как небытие То есть, качество взятое как бытие Или так Гегель говорит, что на личное бытие является масштабом Для понимания односторонности качества, взятого лишь как бытие Надо взять качество, как бытие в противоположность небытию И как небытие в противоположность небытию Значит, качество в противоположность небытию называется реальность А качество взятое как небытие, противоположное небытие, называется отрицание. Так, нужен один человек, молодой, для научного эксперимента. Кто хочет пожертвовать собой для науки? Вы будете жертвовать, да? Так, выбирайте. Вам что больше нравится? Вас изобразить как качество или как отрицание? Пусть как качество. Нет, как положительное или как отрицательное? Положительное будет выглядеть так. Товарищ вот здесь сидящий, умный. Хорошо же. А если я... А можно я вас изображу еще и как? Через отрицание. Не дурак. Ну это правильно же, что он не дурак? Если умный. А как мне это доказать? Это надо сейчас пойти в коридор и начать там искать. Кого? Дурака. Дурака. Привезти сюда и показать. Вот он не такой. Ну так? Вот. Вот про вас я могу хорошее сказать через отрицание. Сказать про вас хорошее? Вот он ни человека не убивал. Утром сегодня никого еще не своровал. Вечером, надеемся, ничего не разобьет. Это я хороший же про вас говорю? Хороший же, правда? Но через отрицание. Вот вы как предпочитаете? Как про вас сказать? Красивая девушка или она не дурна? Красивая. А еще есть такой специальный. Вот обратите внимание, как в языке изощряется. Есть еще такое понятие смазливое. Это вообще что-то такое. Нет, чтобы сказать красивый девушек. Нет, смазливый. То есть это вот на самом деле отрицание, которое выдается за некоторое положительное. Можно сказать про вас, что вы, как про вас сказать, что вы невысокий или что вы низкий? Тут еще наоборот вроде. Что значит сказать про него, что он низкий? Невысокий. Хорошо же. То есть тут надо варианты смотреть. Ну ясно, что умный лучше, чем неглупый, правда? Потому что для отрицания, для отрицания этого отрицания, нужно всегда по кого-то приводить отрицательного. И о человеке так можно наговорить, что вот она еще сегодня ничего не делала плохого. Вроде я все правильно говорил, но уже какая-то тень набрасывается. Сегодня не сделала. А вчера и завтра. То есть тут получаются такие вот вещи. Вот мы это должны различать. Если мы хотим тонко так чувствовать, что говорится, что проходит. Вот так, между прочим, может быть в спорах, в дискуссиях. И конфликты могут возникать на почве того, что они то сказали, не так сказали. Так. Ну раз, как называется? Одно называется реальность, а другое отрицание. Качество, взятое как положительное в противоположность, отрицательное, это уже реальность. А качество, которое берется только как отрицание, присположенность к положительному. Вот так и называется отрицание. То есть одно и то же качество всегда можно выразить двояко. И как положительное, и как отрицательное. То есть либо как качество, либо как отрицание. Поэтому вы вот в этом смысле, когда будете что-то писать, вы смотрите, что вам лучше тут написать, что вы хотите сказать. Правильно? Так. Ну вот теперь у нас получилась такая картина. Такая реальность взята как наличное бытие. Значит, наличное бытие. Так. Теперь качество. Взятое как отрицание. Это что? Ну это же качество, то есть тоже наличное бытие. Вот у нас уже, смотрите, есть реальность, отрицание и наличное бытие. Три объекта слишком много. Не знаю, как вам, студенты, вы молодой народ, я мне не удержать уже. Три, это в голове тяжело. Поэтому я начинаю придумывать, как бы избавиться от этой тростенности. Ну, по частям будем избавляться. Значит, во-первых, качество это, реальность это наличное бытие. Ну и личное бытие. Значит, снятое различие между реальностью и наличным бытием. Так. Так, отрицание это наличное бытие? Оно же есть? Есть? А не просто есть, оно же наличное бытие. Оно же не то, чистое же. Значит, снятое различие между отрицанием и наличным бытием. Уже нет разницы между определенностью и наличным бытием. Так? То есть, снятое различие между реальностью и отрицанием, и то, и другое наличное бытие. И между наличным бытием и определенностью. Все отрицания сняты. Все различия сняты. Что такое снятое? Отрицать с удержанием. Я вам все ваши грехи просил, забыл о них. Если я сказал, что я о них забыл, это что значит? Что вы их отрицаете. А? Что вы их отрицаете. Что я что? Факт их существования отрицаете. Да нет, это значит, что память о нем у меня. Я говорю, что я ваши грехи забыл. То есть, я же, видно, что я их запомнил. Все это. Это на всякий случай я говорю. Потому что у вас новые будут грехи. Я говорю, я теперь вспомнил ваши грехи, идите и прибавлю. И тогда возмездие вас настигнет и так далее. Это только кажется, что, вот, дескать, мы отрицаем. Отрицание всегда – это какое-то утверждение. Если я вас отталкиваю, значит, я к вам притрагиваю. Если я к вам к себе тяну, а вы тогда вырываться будете. То есть, надо видеть в себя противоположность. То есть, снято различие реальность и отрицание на личное бытие. Вывод какой? Что нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, нет отдельного на личное бытие. А есть лишь определенное на личное бытие. Вот что есть. Вы человек с часами и авторучкой. Вот что мы получили в результате изучения. Определенное на личное бытие. И вот это определенное на личное бытие. Всем хорошо теперь. Длинно очень получается. Три слова. А сейчас как люди говорят, молодые говорят, короче. Короче, да? Что, короче? Еще не начали говорить, говорят, короче вот это. Вот короче, определенное на личное бытие, короче, будет, можно двумя словами забрать, на личное сущее. Почему? Потому что сущее, это ведь то, что есть, непосредственно. Вот перед вами авторучки. Это сущее, а не перед вами. А желудок не сущий, потому что его не видно. Он не на лицо. Какое же он на личное бытие? Он есть, но он не на лицо. Поэтому вот на личное бытие может быть названо на лично сущим, в котором сняты единство, реальность и отрицание. Определенное на личное бытие короче на лично сущие. А еще короче. А еще короче. На лично сущие это не что. Нечто пишется вместе. Вот если вы напишите не и что отдельно, это будет отрицание одного другого. Вот есть что, как бытие, а есть не, как отрицание его. Но они не в одном, не в единстве. А нечто, это вот нечто, вы как понимаете, как положительное нечто или как отрицательное? Как положительное. Как положительное. Оно в языке воспринимается, как это нечто. Вот это ваш ответ, это нечто. Я за это похвалил. Что значит нечто. А впереди этого нечто нахально стоит не. Чтобы продемонстрировать, что оно, конечно, положительное, но впереди станет не. На вид-то оно совсем отрицательное. Не что. Оно отрицает это что. Оно не это что отрицает, но лишь придает ему определенность, а это что от этого не пропадает. Остановится просто определенным. Человек с часами – это просто наш товарищ. Наш человек. Человек с часами и с ручкой. Так что такая интересная получается. Получили мы категорию нечто. Это положительная категория. Положительная, но здесь в единстве. И бытие, и ничто. И в каком единстве? И в таком, что это бытие с некоторой определенностью. Определенное, но личное бытие. Ну вот из этого, если вы внимательно теперь посмотрите на написание этого нечто. Ну, разве могут ужиться нормально вот это не и что в одном слове? Как вы считаете? Вот не и что могут нормально. Или это не, это отрицание и что. А что это отрицание и не? Могут они ужиться нормально? Там будет какая-то коллизия, борьба. Правда? А мы борьбу как раз изучаем. Конфликт там уже зреет. Ну, давайте будем изучать. Давайте начнем изучать это нечто теперь. Нет протестов? Как мы идем? Что получили, то изучаем. Получили еще, получаем. Изучаем дальше. Нечто. Ну, нечто есть, да? Нечто есть в себе становление. А в становлении есть два момента. Бытие и ничто. А у нас налицо только бытие. Вывод. Надо взять другое нечто, которое было бы не нечто, а иным. Правильно? Ну, а иначе получается, что у нас второе не представлено. Нечто должно быть взято и как бытие, и как ничто. Оно как бытие взято, а как ничто? Нечто выполняет роль бытия. А не как ничто не взято, а как назовем то наличное бытие, которое берется как ничто. Какие есть предложения в языке? Найдете как язык любой, русский, немецкий, неважно, французский. Как он называет такое наличное бытие, которое нечто? Он называет, вот русский язык называется иное, и другое, или другое, иное. Вот если вы нечто, я иное. А если я нечто, то вы иное. Правильно? Ну, безразлично, что взять. Давайте посмотрим. Сопоставим теперь нечто и иное. У нас теперь два объекта. Только мы свернули, и все, и так было хорошо. Нечто, вот маленькое такое слово, одно. Все. Думали, вот успокоимся тут. Нет, опять началось. Нечто и иное. Два. Давайте нечто сначала рассмотрим. Нечто надо рассмотреть по отношению к самому себе. Теперь по отношению к иному. Нечто по отношению к иному есть иное. Правильно? Тогда иное берется как нечто, а нечто тогда берется как иное. Безразлично, что брать за нечто, что брать за иное. Если это нечто, то то иное. А если это иное, то я нечто. Если я нечто, он иное. А если он нечто, я иное. Тут все демократично, никто тут не выступает как более высокое. Все хорошо. Мы все рассмотрели. Мы рассмотрели нечто по отношению к иному, рассмотрели иное по отношению к нечто, иное по отношению к нечто – это иное. Нечто по отношению к иному – это тоже иное. А мы рассмотрели иное по отношению к иному? Нет, надо рассмотреть. Пишем, иное по отношению к иному есть иное. Логично? Не поспоришь. Не поспоришь. Иное по отношению к иному есть иное. Короче, можно записать короче. Иное и новое есть иное. Кто будет спорить? Вот есть люди такие быстрые и шустрые, они раз и проскочили мимо вот этой фразы, а мы на ней остановимся. Тут в ней сидит глубокая диалектика. Иное и новое есть иное. Это правильно? Это же правильно. Но иное и новое есть иное. Если вы берете иное, ну иное и есть иное. Тут есть равенство с собой присутствует. Иное и новое есть иное. Ну, было иное, а осталось иное. Все поняли? Согласны? Да? Объясняю. Иное и новое есть иное. Неужели непонятно, что оно иное? А вы говорите только о том, что оно то же самое. Иное. Есть смысл, тут есть, что иное оно. Иное и новое есть иное. Правильно считать только надо. Первый раз я читаю иное, иное есть иное. А когда было иное, так оно и осталось иное. А второй раз, когда я читаю иное, иное есть иное. Это дело в том, как я читаю, или в самом этом выражении два смысла противоположных. Что иное остается равно самому себе. А в другой смысле, что иное не равно самому себе. Первый смысл я высказываю так, что иное, иное есть иное же. Ну, как было иное, так осталось иное. Посмотрите, написано, иное, иное есть иное. Вот сначала иное, вот в конце иное. Было иное, осталось иное. Да на это посмотрите снова, еще раз. Иное, иное есть иное. Что вы, не видите, что иное? Объяснять, сколько можно объяснять? Иное. Другой смысл. Ну, вот люди в таких случаях говорят, ну, все, мы непонятно, что делать, что-нибудь. Или это фокусы какие-то. Никакие это не фокусы. Просто в этом выражении есть два противоположных значения. А почему оно есть в физике? Потому что оно в жизни есть два противоположных значения. Какие? Равенство с собой и неравенство с собой. У чего это такое есть? У всего. У любого наличного бытия есть равенство с собой и неравенство с собой. Нужен объект для этого, кто же пожертвует собой. Вы будете радовать, или еще кто-то? Есть желающие? Вы не хотите пожертвовать собой для науки? Да. Вы равны самому все время? Да. Равны. Все время. Все время. А зачем лекции пришли? На лекции пришли. Чтобы не быть равны. А? Чтобы не быть равным саму себе. Ну, только вы не равны саму себе, значит. Вы же проходите. Вот сколько уже лекций идет? Почти час. И вы все равны самому себе? Нет. Не равны. То есть не усваиваете материал? Или усваиваете, наоборот, материал? А? Усваиваете. Усваиваете и становитесь неравны. А что тогда вы отказались от того, с чего вы начали? Я да вас взял, как обешиваю. Вы зачем сказали, что вы равны? То есть вы хотели меня обмануть? Не так-то просто меня обмануть. Так, все, вас скидывают с корабля. Так, вот он. Так, вы не равны самому себе? Если считать, что я уманю. Не надо таких долгих рассудиваний. Давайте. Не надо путаться в показаниях. Прямо вот отвечайте на поставленный вопрос. Вы не равны самому себе? Не равны. А? Не равны. Не равны. Документы есть с собой? Нет. 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 Ну и хорошо. Те документы вам уже не нужны. Объяснять надо почему? Не надо. Не надо. Товарищ другой. Познакомьтесь. И как вас сейчас зовут? Так же, как это вина. А что это вы? Не надо, да. Не надо этого смешивать. Вы не равны тому. Не надо эту кашу делать. Вот так же, как и тогда. Давайте вот ваше новое имя. Или можете оставить. Но документики вам все равно придется сменять. Вы все слышали? У меня сколько тут свидетелей, что он не равен самому себе? Я не равен. В чем-то. Что значит в чем-то? Не надо такого. Такого не звучало. Или вам объяснить, что если вы в чем-то не равны, значит не равны. Еще бы не хватало, чтобы вы были равны. И ни в чем бы не были равны. Не надо крутить, молодой человек. Все, не равны вы все. Нет у вас. Того нету. Хороший был человек, скажите. Хороший товарищ. Толковый. Ну вы сами отказались. Все. Вы не равны. А вы умны были тогда? Вот тот был умный, который был тут. Вот пять минут назад. Ну вы, осознательно, можете вы про другого? Это же другой был человек. Вы же иной стали. Про того. Можете сказать, что он был умным человеком? Или вы совсем стали? Ну он умным был. А вы не равны ему. Вывод. Ты тупой. Спасибо. Я запомнил. Чего не что? Да. Или теперь вы будете доказывать, что вы умный, а тот, значит, если его уже нету, так можно про него и начать. Нехорошее все говорит. Ну и как отсюда? Это что мы получили с вами? Как это все называется? Как это называется? Потому что про одно и то же можно сказать два противоположных утверждения. Как можно сказать? Иное, иное есть иное. Вот в этом выражении высказывается, что нечто равно самому себе раз, и нечто не равно самому себе два. Вот эти два противоположных утверждения, относящиеся к одному и тому же, или два противоположных движения, относящиеся к одному и тому же, как называются? Моментами они называются. У нас уже было, это мы проходили. Моменты. Моменты это исчезающие же, они же и то, и другое. И это есть, и это есть. Моменты. Моменты нечто. Моменты это то, что является нераздельным в одном. Нераздельным. Они нераздельные, они не могут отдельно сушать, нельзя распилить. У кого-нибудь есть недостатки? Здесь есть кто-нибудь? Недостатки? Здесь, да? Вы можете их как-нибудь. Давайте их выделим, есть у меня хороший врач, он вырезает недостатки и оставляет только достоинства. Как вы думаете, можно это сделать? Или это приведет к непоправимым последствиям? Непоправимым достоинствам. Ну, в том-то и дело. То есть недостатки нельзя делить от достоинств, никак. Можно с ними бороться, их уменьшать, можно там ослаблять, а вот достоинства можно усиливать. Но вот поставить такую задачу и вообще ликвидировать недостатки, но это будет через края. Так, ну вот что у нас получилось? Значит, нечто. Это нечто, которое имеет два момента. Два предположенных движения в одном движении. Вас это удивляет? Мы начали сегодня занятия с чего? Что восстановление есть, возникновение и приходение. Вы говорили, но что нового для вас? Ничего нового, правда? И тут то же самое. Два предположенных утверждения в одном. По отношению к нечто. Это ко всему, это всеобщая категория, мы с вами изучаем. Философия изучает всеобщая, или только специфические, какие-то для данного момента, или для данной аудитории. Всеобщая. Значит, во всем, любое нечто, это равенство с собой и неравенство с собой. Вас это удивляет? Не удивляет? Как называется равенство с собой? Не знаете. Так. Сейчас будем выяснять, как оно называется. Еще нужен кто-нибудь для эксперимента. Я стараюсь мужеского пола брать, чтобы там они выдержали муку. Кто у нас есть? Это кончились, да? Ну, надо женщину какую-то попросить. Кто пожертвовать хочет? Вон, Жанна Дарк побыть. Ну, кто? Ну, давайте это. Ну, там никто не хочет. Все-таки, давайте. Вы у нас ближние, уже хорошо. С ближним надо иметь хорошее отношение, прежде всего. А там дальние. Они уже так думают, а, до нас не дойдет. Вот вы в себе сейчас? Вообще в себе? Ну, вроде, да. Вы вроде? Или в себе? В себе. А то есть вы определились, вы в себе. А что это значит? А вы бываете не в себе? Не, ну, если вы сейчас еще, тем более, вроде, когда вы колебались, то я вот сразу понял, что вы бываете в себе и не в себе. Я правильно понял? Ну, да. Ну, сейчас вы в себе. Это что значит? В себе это сейчас, это в себе, это сейчас на меня набротитесь, если вы сорваете глаза. Это для вас в себе. Или наоборот, сейчас меня не будете трогать. То, что по-разному бывает. В себе, может быть, у людей разное. В себе, вот у меня в себе нападать на студентов. Видели? То я, то на вас напал, то на вас. Вот это вот в себе, мне сказать, злодей такой все время нападает. Ну, без последствий. Тут тоже все кончится мирно. Так что значит в себе? Ну, я нападаю. Вы нападаете, да. Ну, вы, конечно, не к вам только вопрос, а то вопрос о звучании этого слова, понимания в русском языке. Что значит вы в себе? Нет, спокойно. Спокойно. А спокойно, это значит вы равны самому себе или не равны? Самой себе. Вот. Равенство ваше с собой. Ваше в себе бы сие. А если бы так было? Сейчас я приду в себя, и тогда уже задавайте мне вопросы. Могли бы так мне сказать? Тогда бы вы были не в себе, но вот сейчас придете в себя, успокойтесь, и тогда давайте на ваши эти вопросы, я запросто отвечу. Правильно? Или так и отвечают иногда. Приходишь, секретарша сидит. Ты только начинаешь задавать вопросы, говорит, подождите, я сейчас приду в себя, и тогда уже. И буду отвечать. То есть, что здесь приду в себя? Статус равный самому себе, самой себе. Равенство с собой выражается, как такими словами, в себе бы сие нечто. Ваше в себе бы сие, это ваше равенство с собой. И вы не всегда, вдруг вы сейчас начнете на меня кричать. Вот если вы начнете сейчас на меня кричать, без новации, и кидаться с авторучкой. Это как будет называться? Вне себя. А? Вне себя. Вы вне себя, и вы вышли из себя. Правильно? То есть, вы не равны самому себе. А почему? Это только подчеркивает, что вы как вот, когда вы равны самому себе, вы спокойные, умные, добрые, хорошие и так далее. то есть, так сказать, ваше вне себя выражается противоположным, это только подчеркивает ваше достанное. Ничего такого обидного в этом нету, да? Вы сейчас, вы же сказали, что я вроде бы в себе. Не уверен на так. А вот говорят, человеку не по себе. Это что значит? Вот он не равен самому себе. Сейчас. Что-то у него не то, да? Не по себе стало. И вот он пришел в себя. То есть, опять равен стал самому себе. То есть, как выражается в русском языке равенство с собой? С помощью категории в себе бытия. В себе. Вы в себе или не в себе, молодой человек? Что? Не понял, ответа нету? Ну вот. Значит, все в порядке с вами, хорошо. Привожу пример. Вот такой был эпизод в думе. Жириновский выступал и критиковал Немцова, и ему раз, из стакана в воду, такой раз вылился. Ответственность какая? За то, чтобы из стакана плеснуть в лицо. Какая ответственность? По закону. Порти ему, что скорее всего. Ответственность, я спрашиваю. Вы рассказываете, а я вам спрашиваю, ответственность. Да никакой. Вот в ответе, вот стакан там наполненный стакан нет? Будем считать, что он наполненный, я его беру, и вот он ближний, он разрешил на нем делать эксперименты. И раз на него тоже, из стакана. А он не простой. Он взял, настрачил на меня, Сергей Иванович сейчас ходит по коридору, Сергей Иванович вот так возмутительно ведет, Михаил Васильевич себя. Сергей Иванович, безобразие создать комиссию. Александра Ивановича берем, нашего заведующего, Алексея Михайловича. А вот Игорь Дмитриевич Осипов тоже, очень серьезный завкафедрой русской философии, истории философии. Начинает разбирать, Михаил Васильевич, что произошло? Вы знаете, сижу я вот на занятиях, лекция у меня. Ну лекция, лекция, но я смотрю на студентов и вдруг смотрю, он побледнел, 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 сейчас все. Я взял и раз ему и он ожил. И вместо благодарности я вот написал вам эту кляузу. Она говорит, у вас за экзамены впереди, вы сами справитесь, что мы будем в комиссии решать. А комиссия не находит оснований для привлечения. И все. То есть одно и то же может так понимать, то есть что, значит, вы были не в себе, вот что я утверждаю. Я вас приснул в вас воду и вы стали в себе. То есть равны самой себе. То есть я вас вылечил и вы должны быть в дня подруг в жизни благодарны. Чувствуете, люди, какие вот, если они знают науку, логику, диалектику? Конфликтологам уже легко быть. То есть в руках такой могучий инструмент и так можно повернуть, и так можно повернуть. Да? Так. Значит, в себе бытие это равенство с собой, а бытие для иного это неравенство с собой. Пишется так. Раз это один момент, он пишется не как три слова, а в-черточка, себе-черточка, бытие, себе-бытие. Почему эти черточки означают дефис? Не тире, а дефис. Дефис означает, что это одно слово. Бытие для иного, а это неравенство с собой. так, студенты, вот он равен самому себе или неравен? Да или нет? Студент равен самому себе? Что тут думать-то? Ну, что тут думать? Равен. Так, студент неравен самому себе? Опять думает. Что тут думать? Неравен. Два момента, два момента у студента. Если он только равен себе, значит, этот студент без коня, не в коня корм, бесполезно заниматься с ним, он только равен самому себе. Уже прошло полтора часа, вот, что пытаюсь от вас добиться? Ну, добился. Так, то есть, если только равенство с собой, то никакого нет движения. Какой смысл тогда заниматься, если нет никакого движения? Нет, если равен остается равным самому себе. А если не равны самому себе, все это, я уже его нету того студента, документики все сдадим деканат. Шрем, у кого есть, что сдавайте сюда. А вам новое выписывать надо, раз нету того. Поэтому, а вас удивляет, что диалектика об одном и том же утверждает противоположное. Вот даже понаслышке, если знать, что такое диалектика, неудивительно, правда? То есть, как раз диалектика это такое наука и искусство соединять противоположности и видеть вернее в жизни то, что соединено в одном. А их, к сожалению, в формальной логике их разделяют. Вот если у вас есть достоинства, означает это, что у вас нет недостатков? Не означает. А если у вас есть недостатки, означает, что у вас нет достоинств? Так вот люди могут, которые абстрагируют, только берут одну сторону. Так, о недостатках, о достоинствах и так все их знают, не будем говорить. Давайте ваши недостатки и начинаем. это, это. А вы еще ждете, а достоинства у чего о них? И так все знают. Это, это, это. И можно вообще человеку так по-моему все сказать, если это будет правильно или не будет правильно? Будет правильно. Правильно. А можно пойти по другому пути? Вот возьмем какого-нибудь отъявленного. Таких нет у нас. Нету. Одного уже в числе. Но у датки у любого отъявленного есть какие-то же и достоинства. начнем только вот только достоинства выбирать. И все. И это односторонний взгляд. Но это можно думать, скажем, что это вот чистые упражнения, логические. Хорошо. Вот, представим себе, скажем, идет борьба, очень обостренная, классовая. Это же конфликт. Конфликт. И надо решить, кто антисоветчик, кто не антисоветчик. У вас недостатки есть? А я вот следователь. У вас недостатки есть? Нет. Нет? Обманщик. Все это, самый главный недостаток. Хочет обмануть советскую власть. в тюрьму. Так. С этим все ясно. Следующий. Недостатки есть? Есть. У нас какая власть? Советская. Советская. А у вас недостатки? Это против кого? Недостатки? Это не? Это же отрицание, да? А не в чем выражаются ваши недостатки? А не в чем-нибудь выражаются или не в чем не выражаются? Выражаются в чем? Выражаются. Правильно. Честный вы человек, честный, честный они выражаются. Ну так, честно, надо и записать, что они выражаются в преступлении против советской власти. Правильно? Вы один такой? А вот он с вами вот этот? Он говорит, с вами? С вами? Да. А я? Ну так это организованные группы. Это уже будет тянуть на более серьезную статью. А в чем ошибка была у следователя? Ну, потому что нельзя брать только недостатки и только достоинства, а нужно, так сказать, рассматривать, что человеку является определяющим, а что является его отрицанием. Правильно? А может быть, и перерождение, конечно. Может быть, перерождение. Было нормальничек, потом раз, и у него перевесили, так сказать, его недостатки, поскольку все в движении, а достоинства теперь стали его недостатками. И они помогают ему втираться в доверие. Вот мошенники, это люди, у них есть достоинства? Такие ласковые, такие добрые. Слушайте, дайте часы подержать. Пожалуйста. Дайте тогда свои подержать. Да, пожалуйста. Я специально, у меня на этот случай заготовлены деревянные часы, покрашиваю металлический цвет. Короче говоря, в чем суть мошенничества? Это злоупотребление доверием. Втираются люди в доверие, но с какими целями? С целями негативными. То есть, и наоборот, если человек совершает негативные действия против советской власти, против буржуазной власти, против любой власти, из этого не следует, что он противник этой власти. Почему? Потому что надо определить в целом его действия, куда направлены. А не какие отдельные, действия могут быть. Потому что недостатки всегда выражаются в том, что противоположно целому. Есть целое и свой момент. А другой момент, но не целое. Вот если вы хороший человек, так вы и как целое, и хороший человек, и момент у вас есть такой, что вы хорошее. Но есть есть другой момент, негативный. Но он целого не образует. А вдруг к человеку происходит что-то, что у него этот разбухает момент, и пристановится целым. А тогда положительное становится только моментом. А он негативный и целый, и свой момент. Короче, мы подошли к очень важным категориям. Вот это вот. Нечто, как равенство с собой, и нечто, как неравенство с собой, как единство двух моментов. Все бытия вытерлили. Но как называть такое нечто, которое есть единство, равенство с собой, неравенство с собой? Как бы вы его назвали? Вот мы тут все нападал, я на этих субъектов мужеского пола. Кто-нибудь из субъектов женского пола не может сказать, что, как назвать, название нужно дать, все, простая задача. Как называется такое нечто, которое есть единство в себе бытия, и бытия для иного? Единство равенства с собой, и неравенство с собой. Какие предложения? Ну, как бы вы назвали? Тем более, это к чему относится? Вот равенство с собой, неравенство с собой, к чему относится? Это к некоторым только каким-то вещам, или объектам, или ко всему. Это же абсолютно ко всему относится к всеобщее положение. Вот телефон, он равен самому себе, да? Давайте попробуем кинуть его на пол. И проверим, будет он равен самому себе или нет. Если хороший, то будет. а еще так вот проверяет проверяет жемчуг, если его бросить в серную гислоту, если настоящий жемчуг, он растворится. Ну, как назвать-то вот такое? Соответствующее. Как нечто назвать? Нечто как? Нечто называть соответствующее? Соответствующее. Соответствующее. Это у вас дипломатия, вы не хотите поработать в Министерстве иностранных дел? Я бы ловлю прочь. Вместо Захаровой. Как раз. И так, и так, и так, и так. Вот вы никто не ответили, а она нашла ответ. Вот. Спросите у меня что-нибудь. Ну, что-нибудь, спросите. Я как она сейчас буду действовать. Что вы думаете в отношениях к России и Украине? У меня есть соответствующее соображение по этому поводу. Ну, у вас. Учитесь. Так. Ну, самое-то печальное, что я вынужден все-таки сказать, как называется это нечто, которое есть разница с собой, неравенство с собой. Но называется изменяющимся нечто. А вы что думали? А вы как понимали изменения? Вы как понимали изменяющиеся нечто? Скажите, пожалуйста. Не понимала. Вот. Значит, одним недостатком меньше. Раз. И вычеркнули. То есть изменяющиеся нечто – это нечто, равное самому себе и одновременно неравное самому себе. Если оно только равно самому себе, оно не изменяющееся. Правда? Но если оно не равно самому себе, его нету. Если оно только не равно. Правильно? Поэтому оно и равно самому себе, и не равно самому себе. И вот таким образом оно изменяющееся нечто. А есть нечто неизменяющее? Что-нибудь есть неизменяющее? Ну, кто-нибудь может привести пример чего-нибудь неизменяющее? Бог все видит, а на изображении на сетчатке все разные фигуры. Раз он все видит, а все изменяется. И Бог все это отражает в своей Боговой голове. Не прошло. И все знает, и мысли ваши читает. И он всемогущ. Единственное, что он не может создать такой камень, который не сможет поднять. Что он не изменяется? Изменяющееся нечто. Вот тут очень важная категория. То есть, во-первых, все изменяется. Нет ничего такого, чтобы не изменялось. И это вот мы просто вывели. А это почему можно вывести, занимаясь языком? Потому что язык все это отражает. Язык человеческий, неважно, русский, английский, французский, неважно, любой язык. Все это переводим. Он выражает то, что есть в жизни. Изменяющееся нечто. Все изменяется. Нет ничего такого, чтобы не изменялось. А что значит изменяется? Изменяется, значит, оно остается равным самому себе. Потому что оно изменяется. Оно. Это же нечто. И в то же время оно изменяется. Оно не равно самому себе. И все оно переходит. А куда оно изменяется? Они вот... Вопрос. А есть... То есть, это... Говорит о том, это положительно, то, что оно изменяется или отрицательно. Нельзя так сказать. Что здесь это... Куда изменяется оно? Хотите перенесесть в 23 век? Ну, вы... Правильно, там все. Гроб ваш где будет лежать в 23 веке? Неизвестно где. Ну, где-нибудь недалеко от моего. Там мы меньше будем отличаться с вами, чем сейчас. Сейчас вы насколько моложе, чем я. А там уже разницы почти никакой нет. В 23 веке мы люди 21 века. Там меньше уже не берешься масштаб. Ну, вот раз мы теперь знаем, что такое изменение, категорию изменения, знаем, что такое изменяющийся ничь, мы вот теперь можем применять его к общественным событиям, к общественным явлениям. Значит, общественные явления могут изменяться и в сторону положительную, и в сторону отрицательную. Правильно? Более того, не бывает таких положительных изменений, которые не несли бы в себе ничего отрицательного. Правильно? И не бывает таких положительных изменений, отрицательных изменений, которые бы не несли бы в себе ничего положительного. Ну, вот вы сейчас молодой человек, это хорошо же? Хорошо. Ну, так вы только студент, а вот приходят профессора, и вот надо их давать экзамены, и каждый раз что-то требуют, это не знает, это не знает, это не знает. Это же плохо. А при бедном как хорошо. Вы еще будете жить, а меня уже не будет. Это уже плохо опять. Но не всем плохо, вам-то ничего плохого нет. То есть, мы должны понимать, что вот то, что относится ко всему, надо действительно применять ко всему. Поэтому любые отношения людей, они содержат в себе и равенство, и неравенство. А что вот вы изучает комплектологи? Когда какие-то... Когда проявляется... Когда к изменяющимся обстоятельствам имеются разные отношения. Правда? В одним... Одним это выгодно, а другим выгодно другое, противоположное. Как только... Вот по отношению к изменениям люди могут различаться. А какая категория связана с изменениями? Какая экономическая категория связана с изменениями? Вот с изменениями связана категория экономического интереса. Или экономических интересов. То есть, давайте рассмотрим все возможные изменения, положения, какие могут быть, моего. И посмотрим, что мне выгодно, что не выгодно, и в какой мере. И получится, что я тогда описал всю систему своих интересов экономических. Правильно? То есть, система экономических интересов какого-либо субъекта это такая характеристика его положения, которая показывает, что ему выгодно, какие изменения выгодны, какие невыгодны и в какой мере. Это, я думаю, мы определение экономических интересов сейчас запишем. Экономические интересы Экономические интересы это такая характеристика Экономические интересы Это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений Экономические интересы это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений которая показывает, какие действия или изменения улучшают, а какие ухудшают его положение, их положение людей, и в какой мере. Если проанализировать экономические интересы субъектов, вы сразу можете определить, на какой почве и какие могут возникнуть конфликты. Правда? Если одному выгодно одно, а другому выгодно прямо противоположное, на этой почве может возникнуть спор, может возникнуть конфликт. То есть обострение этого спора до такой степени, что силы аргументов будут заменяться аргументами силы. А для этого надо видеть всю эту систему интересов. Поэтому надо, если думать не только о том, что вот оно изменяется, а возможные изменения, и какие изменения кому выгодны. А если вы возьмете еще и разницу в экономическом положении, классах, например, и отдельных субъектов экономических, то вы, значит, тогда можете видеть, на какой почве и какие возникают и не могут не возникать конфликты. Поэтому вот эта категория очень важная. И надо не путать понятие экономических интересов с понятием интересов психологии. Там тоже под таким же названием входит совсем другая категория, которая характеризует экономический бытие субъекта. Ну что вам выгодно, я могу узнать, не спрашивая вас. Как вы? Можно я догадаюсь, что вам выгодно? Вам выгодно получить глубокие и прочные знания и стать хорошим специалистом конфликтолога. Третья категория, вторая категория, я вас спрашивал, а не спрашивал. А вот в психологии изучаете, что привлекло внимание человека. Продолжение следует...